всем привет я снова рад приветствовать вас на своем канале и сегодня покажу как обстоят дело на разводни 10 сентября 2021 года конечно он недавно показывал как и запускал все свои аквариумные разводни но это было еще где-то дней шесть назад а на самом деле тот ролик я снимал еще 20 августа то есть около трех недель назад я снимал предыдущий ролик которым показал все свои аквариумные разводни сейчас уже 10 сентября прошло практически три недели с момента запуска всех моих аквариумов благодарим с речными рыбками и вот сегодня хочу вам показать практически все свои аквариумы покажу также сколько у меня мальков сейчас на разводни находится также покажу состояние рыб и растений в моих аквариумах и так начну пожалуй с этого аквариума с живородкой здесь основном живородка аквариум объем 112 литров видите здесь вот очень мало рыбок осталось потому что я и малинезе немного отнесу магазин и гуппи здесь осталось наверно около 30 или 40 рыбок на поэтому я не буду убирать больше рыбок из этого аквариума и здесь осталось и так очень мало наверное их здесь около 120 или 130 рыбок а было начали наверно около 200 рыбок точно уже не помню сколько здесь было около трех недель назад и вот эти все рыбки у меня покажут остаются в этом аквариуме я практически каждый день выбираю отсюда каких-то беременных самочек гуппи малинезе меченосцев пока что я вот этих вот тернете не не листил попробовала один раз не лезет но к сожалению самочки вот эти вот были сильно закистовано мне пришлось из них извлекать всю побелевшую икру ведь они вроде бы гонятся друг за другом но икру почему-то не выбивать я их сажал не в твичке почему-то икры вообще нету хоть я вроде бы исцеживал икру вот из синие самочки из розовой но все равно когда я их сажал они есть буквально это дни сильно назад икры к сожалению не было вроде бы вижу самочка набрала икру попробую отнесить через пару дней но пока я сделал такой упор на же в рот я активно сейчас не лещу же в рот активно и сажаю трехлитровые контейнеры сейчас я вам кстати покажу этих мальков на причем показать мальков хочу вам показать состояние растения в этом аквариуме и хинодорос за три недели выпустил наверное листиков 5 свежих все старые листья убрал то что не были слишком большие и даже когда закрывал крышку они вот тут вот немного мялись от крышки и подгорали от светильника маленькие детки тоже потихоньку растут криптока не растет я посадил сюда одну веточку воды она уже потихоньку начала разрастаться конечно не поняла сажать лады и у всех решил чуть посадить пусть по центру на 10 так растет красиво в лесными также здесь растет она про немного обросла черной бородой вот старый лист особенно покрыть черной бородой но в целом надо уже пускает маленькие усики которые уже плетутся потихоньку криптокорение и к тому концу аквариума целом от такой он выглядит неплохо ночью вам покажу беременных самых которых я убрал из этого коем поселив контейнеры и также покажу мальков которые эти беременные самочки мне и родили всех беременных самок жиротки которых я вылавливаю за аквариум объемом 112 литров я сажаю вот в эти трех литровый контейнер всего здесь их установлены пять штук но в четыре из пяти я сажаю беременных самок жиротки а вот в пятом контейнере пока находятся выводы к данию есть наверное около 150 данью от виду не совершенно разных цветов здесь наверное их около 150 и в этом виде ролики я буду пересаживать в аквариум побольше в аквариум 10 литров я буду пересаживать но пока давайте я открою все вот эти контейнеры покажу вам сколько малька покажу какие самочки здесь находятся и так же все малька который будет в этих 3 контейнеров мы в этом виде ролики пересадим в аквариум объем 35 литров а этих данью пересадим в аквариум объем 10 литров давайте пройдемся по 3-х контейнерам и посмотрим в каком контейнере есть мальков в каком нет в этом контейнере сегодня утром было наверно около 15 мальчика в гуппе я самочку убрал морков тоже уже убрал поэтому на контейнер остался пустым и не надо буду стараться уже туда новую беременную самочку живородки она не принципе есть в аквариум 112 литров здесь видите самочка буквально вот недавно родила мальков здесь их наверное около 20 могу так поставить эти не будет лучше видно и есть наверное около 20 или 22 можете поставить на паузу и посчитать сколько здесь малька 5 растений я уже убрал из этого контейнера не знаю почему на самочке стал давать очень мало малька даже вроде бы нормальная самочка гуппи уже не больная и более-менее большая дает очень мало малька здесь наверно около 20 мальков а раньше он нее не давали наверное 40 50 мальков гуппи одна самка давала а сейчас почему-то не дают 15-20 цельков не больше plays неют почему-то больше нечем-то не рожают здесь пока что мальков я не вижу здесь находится самка чёрной малинези Она действительно, наверное, уже где-то третий день Вот она Она даже сверху выглядит очень толстенькой Такой полненькой В ней наверняка хотя бы 20 смольков Но есть, я надеюсь, в ней есть 20 смольков Ну и в последнем контрине тоже сидела самка черной мальнезии Я ее уже убрал Потому что она также родила малька Эта самка, в отличие от предыдущей Была очень маленькой Поэтому она дала очень мало малька Давайте растение уберем, чтобы лучше смолька рассмотреть Ну и здесь, в принципе, меньше малька даже, чем в 3-2 контейнере, где гуппи Здесь около, наверное, 15 мальков Видите, очень много мусора Также здесь, помимо черных мальков, есть такие еще и Такие вот серенькие малечки Вот видно, в углу серенький малечек прячется Ну и давайте сейчас выберем из двух контейнеров уже мальков гуппи и мальнезии И присадим их в форму объема 35 литров Поместил я всех мальков из двух контейнеров в сачок Здесь их, наверное, около 30 или 35 И сейчас я их пересаживаю в аквариум И пересаживаем всех мальков из контейнера в этот аквариум Как видите, мальки еще такие слабенькие Им нужно начала крепнуть Особенно малькам малинезии черной Так как они родились буквально где-то, наверное, час назад Ну вот, в принципе, я всех мальков из сачка уже вынул Они все уже выплыли И теперь они все находятся в этом аквариуме 35 литров Здесь вроде бы кажется мальков немного Но на самом деле здесь их уже около сотни собралось Здесь вот немного гуппи находятся у поверхности Немного гуппи у дна В основном они прячутся где-то вот там вот в зарослях вот этих вот растений Прячутся вот там вот за аэрлифным фильтром Как видите, здесь мальки очень маленькие И с этими маленькими мальками также живут еще шиповки Их здесь всего 6 штук Видите, они довольно большие Сантиметра на них 10 или даже 12 длиной Но несмотря на такой большой размер шиповки Шиповки не трогают мальков Так они все-таки не способны как-то есть Шиповки это не хищные рыбки Какие-то такие травоядные Они питаются мотылем и всякими там жучками Которые находятся в речке Они не питаются рыбками Они за ними просто не смогут охотиться Так как мальки довольно шустрые И плавают в основном у поверхности И прячутся где-то в укрытиях Поэтому я не беспокоюсь за мальвочку В принципе, и даже заразу какую-то Они не смогут подцепить от шиповки Так как шиповки уже такие проверенные рыбки Я их запускал Также в карантин запускал на пару дней Они вроде бы некие болячки не передают Таковым на рыбкам И это меня радует Ведь вместе с шиповками также живет еще и Сомик коридора Штерва Это единственный сомик, который у меня вывелся Из водки, который был еще в январе Этого года Вот так сейчас выглядит Такое растение здесь практически не разрослись Болесная, к сожалению, покрылась Нечаткой и также черной бородой И все это получилось из-за того Что аквариум находится рядом с окном Постоянно у меня он летом взрастал Вот сейчас идет дело уже к осени Сейчас начало осени И сейчас потихоньку будет день световой убавляться И, естественно, биология этом аквариуме возобновится Стенки здесь, кстати, очень быстро обрастают Из того, что рядом окно Видно, вот на дальней стенке уже какой-то появился такой зеленый налет А те я очистил этот аквариум буквально 4 дня назад Но думаю, скорость этого дня убавится И думаю, где-то через месяц уже здесь Биологический баланс восстановится И будут здесь уже стенки более-менее чистые Но сейчас давайте уже покажу вам 2 аквариума объема 10 литров Покажу, какие мальки там сейчас находятся Давайте теперь перейдем на 2 аквариума объема 10 литров К сожалению, в этих аквариумах очень мало малька В этом аквариуме вообще нету Может, пару мальков тернецы здесь плавают Здесь не растет изначально где-то дней 7 назад синие тернецы Здесь была синий самка и синий самец К сожалению, практически вся якая изначально побелела и пропала Но потом, вроде бы, пару личинок вылупилось Но, к сожалению, я их здесь не вижу А, возможно, они также погибли И в ближайшие дни я дедусь снова сажать тернецу на нерест Ну, а в соседнем аквариуме здесь есть немного малька Здесь нерести к зданию Был стайный нерест, наверное, около 20 рыбок здесь было Но, к сожалению, из 20 производителей Получилось не вывести всего лишь 15 мальков Хоть здесь и было много икры, но она также почему-то пропала Вот, типа, вынагреватель работает, аэрация также Но практически вся икра сразу пропала Видимо, не успел вовремя я укрыть И икра просто побелела от цвета Но ничего страшного В этом видеоролике я буду помещать вот этот вот даню Он у меня сейчас находится в 3-х дровом контейнере Здесь очень много даню По размеру они чуть меньше, чем в 10-х дровом аквариуме В доме ничего страшного не будет И эти мальки нормально будут растеть Они, в принципе, уже едят артемию Эти малькам есть, наверное, около недели или около дней 10 Поэтому сейчас я беру вот этот вот контейнер И переливаю всех даню в этот аквариум И давайте возьмем сейчас контейнер Аккуратно поднимем над этим аквариумом И давайте потихоньку переливать Думаю, ничего страшного с мальком не случится Я так уже, в принципе, делал И он потом потихоньку рос и развивался Так что, думаю, если так даже будут переливать малька Он никак не пострадает Ну, вот так вот я вылил всего малька В контейнере малька уже не осталось И весь мальок переселился в этот аквариум объем 10 литров Сейчас сюда заливаю, наверное, 1,5 литра или 2 свежей воды Больше заливать не буду Чтобы мальки не погибли от стресса Вода новая, она такая прохладненькая Здесь температура воды еще 28 градусов Также, как видите, помимо мальков Здесь я запустил еще речную улитку Она оказалась более эффективной в очистке милистыка Чем обычной улитки катушки Она активнее подъедает корм Быстрее его съедает И мне проще убирать мусор за этой улиткой Чем мусор за маленькими катушками Он быстрее убирается Поэтому я сюда запустил вот эту вот улитку Пусть она здесь плавает Потихоньку ползет по стенкам Очищает их от мусора И потом я ее, возможно, перенесу во второе место Когда здесь появятся новые мальки Новая выводка тернеции Ну, а пока вот так выглядит эти 2 аквариума А сейчас я буду свежать в 3-х культурные контейнеры И в отдельный отсадник Беременных самок жеродки на нерест Посадил я по-быстренькому 4-х беременных самок жеродки в нерестовички В эти 3-х культурных контейнерах Я посадил 3-х беременных самок гупи Здесь получу от каждой самки Хотя бы 20 мальков Вроде бы самка крупная, как видите, большая По идее должно быть много малька Но почему-то получается от каждой самочки Мне получить только 20 мальков, не более И вот в последнем контейнере у меня сейчас находится Беременная самка в мальнезе черной Она действительно уже 3-й или 4-й день Но, к сожалению, вот видите, она Кот назабилась Надеюсь, она также день на день уже не начнет рожать малька Итак, вот сюда я посадил 3 самочки гупи И еще одну самочку в мальнезе черной Я посадил в отсадник В окружном объеме 112 литров Вот так вот выглядит самочка, которую я посадил сейчас в отсадник Конечно, она не очень крупная Но надеюсь, я от нее получу хотя бы 20 или 30 мальчика в мальнезе черной Отсадник я осадил на прежнее место Снова установил с помощью двух присосок на боковую стенку аквариума Также поместил в отсадник немного растений для укрытия мальков Здесь в ближайшие дни она мне все-таки родит хотя бы 20 или 30 мальков в мальнезе черной Вот такой вот видеоролик у нас сегодня и получился Я вам показал, как отсаживаю беременных самых жерудки на неест Также показал синие литвички Показал этот аквариум, как он сейчас выглядит Показал аквариум 35 литров Мы с вами пересадили мальков гуппи, даню и мальнезе черной В разные аквариумы объемом 35 литров и объемом 10 литров В будущем я буду неестить больше и кормечных рыбок И больше родящих рыбок я буду также разводить Поэтому, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok